Здравствуйте, уважаемые друзья! В эфире программа «У книжной полки» и я, её ведущий, Андрей Печерин. Автор книги, которую сегодня мы предлагаем вашему вниманию, генерал Пётр Николаевич Краснов. Он вошёл в историю России прежде всего как доблестный воин, один из лидеров Белого движения, а также как военный историк и писатель. Литературное творчество Краснова многообразно, однако в наше время оно почти неизвестно русскому читателю. А ведь его перу принадлежат прекрасные путевые дневники, яркие исторические работы, любопытные мемуарные очерки, глубокий труд по военной психологии, исторические романы и исследования. Чтобы отчасти познакомиться с творчеством этого воина-писателя, мы и предлагаем вашему вниманию одну из его книг. Она вышла в свет при содействии двух издательств — «Лествица» и «Артасмедиа» и называется «Венок на могилу неизвестного солдата императорской российской армии». Об этой книге и её авторе далее наш рассказ. Пётр Николаевич Краснов родился 12 июля 1869 года в городе Санкт-Петербурге, в старинной казачьей семье. В 11 лет он поступил в Первую Петербургскую гимназию, а в пятом классе по личному желанию перевёлся в аналогичный класс Александровского кадетского корпуса. Окончил его вице-унтер-офицером и поступил в Павловское военное училище. В августе 1889 года был выпущен Харунжем в комплект донских казачьих полков с прикомандированием к гвардии атаманскому полку, который вскоре и был зачислен. По высочайшему повелению в 1897 году был начальником конвоя российской императорской миссии в Адис-Абебе. В 1901 году командирован военным министром на Дальний Восток для изучения быта Маньчжурии, Китая, Японии и Индии. В февральскую революцию Краснов, уже будучи генералом, принял как роковую неизбежность и, как большинство военных, последовал призыву государя Николая II подчиниться Временному правительству для завершения войны. А после Октябрьского переворота он получил от Керенского приказ ввести наличный состав корпуса, всего 700 казаков, на освобождение Петрограда от Красных. Но этих слабых сил оказалось недостаточно. В результате Керенский бежал, а генерал Краснов был взят под домашний арест, откуда спустя несколько дней бежал, воспользовавшись документами от Донского казачьего комитета. Краснов тогда отправился на Дон, где скрывался в станице Константиновской. 3 мая 1918 года в разгар общедонского восстания Круг спасения Дона избрал его донским атаманом. Однако уже 2 февраля 1919 года генерал Краснов отказался от должности атамана и вскоре покинул Россию. Помимо боевой славы Краснов известен как боевой писатель, сотрудник военных изданий и составитель военных очерков, памяток и руководств. Его исторические романы и повести создали ему славу писателя, и его романы переведены на 17 иностранных языков. Имея наследственные способности к литературе, Краснов с 12 лет начал писать детские рассказы в своем журнале «Юность». Издавал его в нескольких экземплярах и всю работу выполнял один. Сам писал, сам набирал и печатал текст. Первые печатные труды его появились в 1891 году в «Русском инвалиде», потом в «Петербургском леске», «Биржевых ведомостях», «Петербургской газете», «Отдыхе», «Ниве» и «Военном сборнике». Впоследствии статьи Краснова печатались во многих газетах и журналах русского зарубежья. В своих романах и повестях Краснов описывает жизнь такой, какой она была и есть в действительности. Как талантливый полководец он боролся на поле брани с оружием в руках, а как талантливый писатель поражал врагов пером. Всю свою жизнь он служил Богу, России и человечеству. Поэтому его возненавидели те, кто вел и ведет Россию к окончательной гибели. В настоящее время имя писателя Петра Николаевича Краснова нигде не упоминается в курсе изучения русской литературы. Такой писатель для литературоведов как бы не существует. Предлагаемый сегодня вашему вниманию труд является неувидающим венком, доблестным солдатом и офицером русской императорской армии. Живот свой за веру царя и отечества положившим. Прочитаю вам один из рассказов, вошедший в данную книгу. Автор пишет. «Это было очень-очень давно, во время моего посещения пленных в Австро-Венгрии. Тогда еще Божьей милостью была императорская армия. В госпиталях умирающие ранены. В лагерях, на полевых работах все как один тянулись к своей матушке России. Многие от одной тоски по ней умирали. Семья, деревни, села, церковь, поля и леса звали и звали их к себе. Но что же всего больше поражало? Это их простая вера в Бога, покорность воли Божьей и православное величание Бога. Сквозь весь этот мир чувств, страданий и молитвы сиял для них тихий образ царя-батюшки. Все для них начиналось и кончалось им. Он был их отец. Везде. В деревне, в бою, в ранении, в плену. Ибо все добро, все счастье, все было от Бога и от батюшки царя. И могло быть только в России. В одном громадном здании, устроенном для лазарета, лежало много раненых, умирающих, выздоравливающих. Собрали и всех работающих пленных в этом городе. Сердце было залито их слезами, страданием, тоской и верой в Бога. «Казалось, от этого исповедания земля соединилась с небом в сердце человека. Обход кончался. Стемнело. Кто-то подошел ко мне попросить начальства разрешить спеть. Хотим спеть вам все, что чувствуем. Себя и вас утешить на прощание». Где-то задали тон. Его передали по коридорам, палатам, лестницам. Все замерло. И вдруг, где-то, где-то далеко, пронизывая и побеждая собой все, один чистый голос канонарха зазвенел. «С нами Бог! Разумейте, языцы, и покоряйтеся!» И еле-еле слышно, все расширяясь, дивный хор запел. «Яка с нами Бог!» Из другой палаты прозвучал малиновый голос канонарха. «Услышите до последних земли!» А хор, как ангельские крылья, все выше и выше поднимал эти слова великого повечеря. Спустилось на землю благословенное молчание. Никто уже не мог говорить. Все безмолвно толпились у выхода. Как вдруг это море людей упало на колени и запело «Боже, царя храни!» Рыдание перебивало пени. В плену было запрещено петь гимн. За это строго наказывали. Но любовь и верность смели все законы войны. Австрийское начальство сняло головные уборы. «Они вытянулись и стояли смирно. Склонились невидимые знамена перед великим признанием России». В предисловии одной из своих книг Пётр Николаевич Краснов писал «Я видел императорскую Россию во дни её полного рассвета в царствовании императора Александра III и царствовании императора Николая II после Японской войны, накануне мировой войны, когда Россия достигла вершины своего могущества и благосостояния. Я видел войну как рядовой боец, и я пережил смуту, стоя в первых рядах бойцов против большевиков. Я был на двух войнах. И всё это мне хотелось записать, чтобы знали наши дети, наши внуки, что пережили мы и как мы жили до и после смуты. Из этой книги читатели узнают о том, как сражались, жили, томились в плену и как умирали солдаты русской императорской армии. Поэтому настоящее произведение автор называет «Венком на могилу русского солдата за веру царя и Отечества, живот свой на бронях положившего». Дорогие друзья, на этом наша передача подходит к концу. О новинках православной литературы спрашивайте в церковных книжных лавках. А я прощаюсь с вами. До новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова